О возвращении статуса федерального курорта не в теории, а на практике. Об этом говорили участники встречи. У представителей федеральной власти предложение рассмотреть проблемы курортной территории на высшем законодательном уровне. Мы предлагаем в октябре месяце провести семинар-совещание на базе Совета Федерации по теме «Законодательное обеспечение развития Анапы как федерального семейного и детского курорта». А там уже все остальное в рамках совещания посмотрим, и после этого в каком направлении мы будем двигаться. Это будет презентация Анапы в Совете Федерации в рамках Дней регионов. Для обсуждения ключевых проблем курортной территории подключат нужные комитеты. Глава Анапы поддержал предложение, отметив, что ряд вопросов не находит решения без законодательной основы. Для Всероссийской детской здравницы приоритетным является детское оздоровление. А для сохранения этого сегмента нужна государственная поддержка. «Я об этом слышу 10 лет. Медведев когда-то выступил и сказал, когда президентом был, детские лагеря нельзя переапрофилировать. Закон где? Нельзя. Ну дальше что? Нельзя. А мать и дитя можно? Можно. И начинается уход от детского курорта. То есть потом поехали мамы с детьми и потом мамы без детей. Ну я образно говорю. Он стал взрослым». Масштаб проблемы далеко не Анапский. Сейчас в регионах Совет Федерации проводят круглые столы и конференции. Законодатели готовы воплотить в жизнь местные инициативы в рамках десятилетия детства, объявленного Владимиром Путиным. «Наверное, прежде чем написать государственную программу, нам нужно все-таки понять, что мы все говорим, все регионы говорят, должна быть государственная программа на реконструкцию современных, вернее не современных, а как раз построенных в 60-е годы лагерей. Как была программа МРСДУ по детским садам. Государственной поддержкой, она, конечно, не стопроцентная, но была хорошая помощь». Участники встречи обсудили ряд других вопросов, договорившись включить их в повестку на осенней презентации курорта в Совете Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok